Первый доклад. Изначально я его видел несколько иным, но в ходе подготовки я решил изменить традиционную схему своего выступления. Несколько иначе его назвал и включил в этот доклад несколько иные данные. Традиционно на этих съездах, на конференциях, на этой ежегодной Санкт-Петербургской конференции я, конечно, рассказывал несколько об иных аспектах. Я показывал много цифр, рассказывал, какое у нас несоответствие данных, и все это так нелегко воспринималось и слушателям, и нелегко было об этом докладывать, об этих цифрах. Но при подготовке к этому пятому юбилейному съезду я подумал, что нужно отступить от традиционной схемы и, может быть, поговорить о том, что действительно важно и что действительно беспокоит не только нас, но и профессиональное медицинское сообщество. Ну, начнем по традиции с кадрового обеспечения, от кадрового дефицита, который нас преследует, никуда нам не деться. Что хорошего произошло, врачей детских онкологов стало больше, поэтому даже это повод поаплодировать, наверное, нам всем, нас стало уже 300 человек. Даже вам скажу по секрету, на апреле 2019 года, это на январь данные, уже 327 человек. С одной стороны, вроде бы как хорошо, но с другой стороны, мы все понимаем, что среди этих 30-27 есть и существенный процент тех, для кого онкология стала специальностью второй. Люди прошли переподготовку, да, тоже неплохо, но тем не менее... Там лучше аккуратнее с ним, да. Но тем не менее, хотелось бы когда-то увидеть на этом экране другие цифры. Обеспеченность населения тоже увеличилась, и традиционно, как это и было изначально, у нас в Москве и Санкт-Петербурге, видите, 111 человек сосредоточен, 37% детских онкологов. В 17 субъектах у нас один специалист, в 28 субъектах у нас вообще нет детских онкологов. Ну, тут приведена некоторая такая аналитическая статистика, кто хочет, может потом подробнее почитать в нашей статье. Все равно, несмотря на то, что есть такие успехи, у нас почти 30% кадровый дефицит на настоящий момент сохраняется. Не хватает нам еще 116 человек, если так уж по-простому в абсолютных цифрах говорить. Да, дефицит сокращается, надеемся, что когда-то у нас будут... Как его листать-то? Надеемся, что когда-то у нас будут другие цифры. Ну, раз поговорили о кадрах, давайте поговорим о детских онкологических койках. Вот с детскими онкологическими койками формально дефицита нет. У нас их почти 2400 койк. Казалось бы, дефицита нет, но тут надо опять же тоже понимать, что среди этих койек есть узкоспециализированные койки, например, наэроонкологические, которых пусть и не так много, но тем не менее, для того, чтобы рассчитать реальную потребность и в врачах детских онкологов, и в койках не просто потребность нашего государства, а потребность каждого из субъектов, тут, конечно, есть особенности, потому что в настоящее время сделать мы этого никак не можем. Отсутствуют достоверные статистические данные о первичной заболеваемости. Это давняя проблема. Раньше я все время показывал вам эти таблицы, перегруженные цифрами, говорил, как здесь все не соответствует одно другому. Поскольку понял, что каждый год говорить о том, что не соответствует, все мы знаем, что не соответствует, вот решил поговорить на такие более, может быть, злободневные темы. Самое главное, что у нас отсутствуют данные о проценте отбора пациентов на койке 2-го и 3-го уровня. Отсутствуют критерии отбора, то есть не прописан фактически функционал в настоящее время, а если он и прописан, если он и известен нам всем, то эти критерии недалеко не всегда соблюдаются. Отсутствует информация о посещаемости пациентами врачей детских онкологов. Ну и данные о числении занятости койки в году в медицинских организациях 2-го и 3-го уровня тоже у нас не всегда достоверны. Вот эти ограничения нам не позволяют рассчитать реальную потребность в койках для каждого из субъектов. А если нельзя это рассчитать в настоящее время, во всяком случае, то это рождает известные проблемы, затруднения с организацией медицинской помощи. И для того, чтобы понять, какие это проблемы, мы провели такое медико-социальное небольшое исследование. Мы захотели узнать, а что думают о том, что происходит сами пациенты. Мы составили вот такую анкету, мы, конечно, не приводим, она была достаточно подробная, содержала 27 вопросов, мы анкету вам не приводим. Мы вам покажем те результаты, которые мы получили после анализа этих анкет. Было разослано 450 анкет, 410 возвращено. Провели стратификацию респондентов по федеральным округам. Учитывая, сколько процентов первичных пациентов проживает в том или ином федеральном округе, вот для того, чтобы обеспечить репрезентативность исследования. И мы получили, в общем-то, неутешительные результаты. Ну, сначала несколько водных слов. Преобладали, естественно, женщины среди опороженных. Средний возраст 27,2 года. Большинство людей с высшим образованием. Это важно для того, чтобы вы потом понимали, как интерпретировать нам эти ответы. И ответы нам помогли, наверное, во многом понять, что мы делаем не так. А делаем мы не так, судя по всему, очень много, учитывая, что пациенты, родители пациентов, их законные представители – это конечные потребители наших медицинских услуг. И не надо питать здесь, я считаю, никаких иллюзий. Мы все относимся к сфере обслуживания с вами. Есть люди, которые на это обижаются, но хотим мы этого или нет, мы тоже обслуживаем потребности определенной категории населения. Поэтому мы должны учитывать их потребности. И вот большинство из них, как показывает опрос, информация о заболевании, информация о лечении их детей понятна лишь частично. Видите, ну полностью понятно, всего 5% респондентов, понятно, населения. 16% непонятно вообще ни схема лечения, ни то, что с ними будет, ни все эти этапы маршрутизации, сложные, перегруженные для них этой информацией. И 83% респондентов отметили, что информация объяснена сложным способом, то есть они не понимают то, что мы им рассказываем. 17% отметили, что предлагалось несколько вариантов лечения, оценить эффект, эффективность которых, сделать выбор для них, естественно, не представляется возможным. И я вам скажу, почему вообще был включен такой ответ, один из вариантов ответа в эту анкету, которую мы рассылали. Потому что я действительно, к сожалению, сам нередко становился свидетелем таких бесед лечащих врачей в нашем институте детской онкологии, в институте клинической онкологии. Когда буквально предлагалось несколько вариантов лечения родителям, говорилось, это все эффективно, вы сами подумайте, какой вы выберете. Естественно, это недопустимые вещи, как бы там ни складывались у нас наши профессиональные какие-то взаимоотношения, перекладывать этот груз, это время ответственности на пациентов, конечно, мы не можем. Они такой выбор делать не должны, да и не могут они его сделать. Что очень огорчило и меня, хотя было ожидаемо, но было ожидаемо, но не такой результат мы, конечно, ожидали, думали, что он будет лучше. Видите, 81% не удовлетворены отношением к ним среднего медицинского персонала и врачей. Удовлетворены частично всего лишь 15%, полностью удовлетворены, а вообще 3% только. То есть люди недовольны качеством оказываемых услуг. Они все отмечают какие-то дефекты. Но видите, большая часть грубость отмечают в общении, они все жалуются на грубость врачей и медицинского персонала. Отсутствие достаточного внимания со стороны медицинского персонала, отсутствие заинтересованности в успехе лечения. Но и самое главное, что сочетание всех этих, это же были бы, может быть, еще и не такие плохие цифры, но сочетание этих факторов отметило еще 23% респондентов. И это, наверное, те цифры, которые лучше всего иллюстрируют дефекты нашей с вами работы. То есть люди все жалуются на грубость и для них имеет очень существенное значение, даже из психологической точки зрения. Видите, они не чувствуют, что мы заинтересованы в том, чтобы их дети выздоровели. Так это или нет, но конечный потребитель наших услуг, вот наши отношения воспринимает именно так. И, по-моему, это очень печально. Это цифры, которые должны нас заставить всех, нас задуматься, пересмотреть свои отношения, пересмотреть свое взаимодействие с пациентами. Потому что если люди недовольны, настолько надо с этим что-то делать. И вот качество медицинской помощи, оказанной их ребенку, полностью удовлетворено всего лишь 16% потребителей. Удовлетворено частично 13%, неудовлетворено 70%, то есть неудовлетворено вообще. Это, я бы сказал, цифры, которые являются основанием для того, чтобы мы все предпринимали какие-то усилия, проводили какие-то реформы кардинальные нашей службы, нашей детской онкологической организации, нашей детской онкологической помощи. И что еще нас настораживает? Да, это было ожидаемо, но мы тоже не думали, что вот следующие цифры будут именно такие. Видите, большая часть респондентов хочет лечиться в федеральных медицинских организациях. Но это понятно, традиционно ожидаемо и так далее. Но почти больше 30% хочет вообще уехать за границу. Из них 57%, у них нет возможности, но они хотят. В качестве причины 57% отметили возможность получения пациента-ориентированного сервиса. Они не могут его в России получить. Он для них не ориентирован, по их мнению, на них. И о них вызывает, конечно, сложность вот эта маршрутизация между медицинскими организациями на территории Российской Федерации. Да, мы все знаем, что это централизованная область, мы все знаем специфику, мы понимаем, почему это так, как это должно быть. Но люди недовольны, они этого не хотят. И региональное отделение детской онкологии всего лишь немногим более 2% выбрали. И то указав в качестве причины сокращение финансовых затрат на проезд и проживание. Ну, по-разному можно к этому относиться. Но что мы видим? Большинство людей жалуются на грубость, качество медицинской помощи они недовольны, они хотят уехать за границу, но нет денег. То есть, фактически мы имеем с вами такую настолько безрадостную картину, которая, в общем-то, меня лично во многом ужасает. Но возникает вопрос, а может быть они все придумывают, а может быть это все неправда, и они начинают к нам придираться. Но вот цифры вещь упрямая, тоже мы провели такое небольшое исследование, мы оценивали диагностику и лечение детей с злокачественными образованиями в различных субъектах по составленной нами анкете. И долго говорить об этом не буду, но одна из самых важных и существенных, наверное, на мой взгляд, цифр, которые мы получили, что почти у 30% пациентов протоколы лечения в той или иной степени нарушаются. Там сроки по разным причинам, совершенно независимые никак от каких-то медицинских показаний преемственности и так далее. Ну, масса критериев, по которым мы оценивали. Вот это же тоже надо что-то с этим делать нам с вами. К сожалению, вот немного народа, а нам бы хотелось обсудить и услышать не только мнение вроде пациентов, но услышать и мнение детских онкологов о том, как мы сами с вами интерпретируем вот эти полученные данные и что мы сами с вами хотим сделать. Вот мы здесь, к сожалению, не очень четко видно, наверное, но я вам основные моменты отмечу. Так называемая причинно-следственная диаграмма ИСИКАВА, то есть основные проблемы организации медицинской помощи детей с онкологическими заболеваниями, которые мы должны решить для того, чтобы эту помощь усовершенствовать. Понятно, что традиционный медицинский кадр, организационно-правовые аспекты, проблемы, связанные с пациентами, о которых мы с вами говорили, и клинические аспекты. Но среди клинических аспектов вот существенное важное значение имеет отсутствие преемственности между различными этапами лечения и между различными медицинскими организациями. Зачастую необоснованные переходы с одного протокола на другой и так далее. Там масса всяких, масса всяких есть нюансов, которые людей беспокоят, которые должны нас заставить подумать о том, что мы можем и должны с вами оценить и в подходах к организации помощи медицинской, и в нашем отношении, наверное, к пациентам тоже. Потому что, по моему мнению, у нас никогда не должно быть таких результатов анкетирования, которые мы получили. Мы должны с вами предпринять какие-то усилия для того, чтобы это изменить, усовершенствовать нормативно-правовую базу, выделить функции этих отчуждений, провести очень большую, я бы сказал, работу, которой, надо признать, долгое время не уделялось никакого внимания вообще. Потому что, знаете, вы все были, был период, когда детская онкология только начала развиваться, когда она получала свое становление как специальность, и вот за этой, я бы сказал, такой парадной ширмой все забыли о сути. Потому что суть-то она не в том, что мы внедрили какой-то иностранный протокол, получили результат, сопоставимый с клиниками Европы или США, и все счастливые и довольные сказали, вот теперь у нас онкологическая помощь находится на уровне стран Европы и США. Нет, это не так. Наша онкологическая помощь, ее структура, ее система, это онкологическая служба, она, конечно, оставляет желать лучшего, и эти усилия, которые мы с вами должны предпринять, они, я надеюсь, в дальнейшем хотя бы изменят эту ситуацию. Поэтому вот на этом свой первый доклад я закончу. И если кто-то из вас захочет высказать свое мнение или отношение к увиденному, к цифрам, как-то интерпретировать их, прокомментировать, или высказать свои какие-то критические замечания, пожалуйста, давайте это сделаем, потому что, собственно, конференции для того и придуманы, для того, чтобы мы здесь все собрались и обсудили те результаты, которых мы за прошедший год достигли. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...